Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Настоящий русский терминатор. Бобруйск посетил легендарный борец. Видно, что здесь очень расположены друг к другу и очень открытые люди. Кому достался автограф? Совместный артбук. МЧС запускает конкурс на лучший проект граффити. Работы будут приниматься всего три дня, с 21 по 23 февраля. Что ждет победителя? От элегантных шуб до изысканных копченостей. Котлеты из щуки, из судака, рубленый окунь. В Бобруйске развернулась зимняя ярмарка, чьим удивляют покупателей. А также заседание совбеза, дистанционное образование и олимпийская медаль. Белорус Антон Смольский завоевал серебро на зимних играх в Пекине. 888 побед и всего 5 поражений. Накануне президент встретился с легендарным борцом и политическим деятелем России. После Александр Карелин посетил и Бобруйск-Агромаш. Завычанами говорил о спорте, семье и мотивации. Пообщалась с именитым гостем и Карина Гуревич. Президент Беларуси встречается с трехкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, российским сенатором Александром Карелиным. Из главного обсуждают важность сохранения памяти не только о Великой Отечественной, но и обо всех свершениях, которые объединяют народы двух стран еще со времен Советского Союза. В частности, речь заходит о проекте спортсмена. Он посвящен 45-летию победы сборной СССР по классической борьбе на Олимпийских играх 1976-го. Подумал, интересно, а вот подготовить такой проект о жизни истории и так далее, сколько же у тебя группа людей работает? На самом деле, небольшая группа, главное же настроение. Я вот у вас был вчера в музее Великой Отечественной войны, 3,5 часа. И вот эти женщины-служители, одна из которых, я не знаю, я 72, на 48 лет служат на хванетель фондах. Когда на таких людей опираешься, то и постоянный состав не нужен. Надо их просто вот найти, дать им возможность, дать им звучание, фон. И вот так все получается. Визит в Беларусь российского борца на этом не заканчивается. Следом Александр Карелин отправляется на Бобруйск-Громаж. Первым делом – знакомство с предприятием. Презентация сельхозмашин, демонстрация успехов, экскурсия по цехам и, конечно, встреча с коллективом. Видно, что здесь очень расположены друг к другу и очень открытые люди. Люди рабочих профессий. И мне всегда интересно, не только учитывая, чем я занят, но, наверное, все-таки памятуя о моем первом образовании автослесаря, мне всегда интересно посмотреть, каково это. Там, где работают, там, где работают с металлом, где создают сложные машины. Поэтому здесь находиться и мне самому интересно. Для меня это поучительно. Гости встречают искренними улыбками и аплодисментами. Конечно, на то есть причина. Александр Карелин – кумир миллионов людей. И не только в Белоруссии и России. Легендарный борец обладает уникальными физическими данными и несгибаемым характером. Его называют «русский терминатор». Лучший среди атлетов мира 20-го столетия. Занесен в книгу рекордов Гиннеса как спортсмен, в течение 13 лет не проигравший ни одной схватки. За свою жизнь потерпел всего пять поражений. В копилке же 888 побед. Читаю до сих пор и интервью смотрю. Это очень интеллигентный, разносторонний человек. Он профессионал. Мне очень понравилось. Я горжусь, что я здесь сегодня присутствовала. Беседа искренняя и теплая. В этом признается и сам гость. Вопросы от бобруйчан не заканчиваются. Александр Карелин много рассказывает о семье, борьбе и, конечно, мотивации. Напоследок памятное фото с настоящей легендой спорта. Такая встреча вдохновит любого и, может, скоро мы услышим о новом, уже белорусском, терминаторе. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Творчески о безопасности. МЧС запускает конкурс на лучший проект граффити. Для участников нет ограничений по возрасту. Конкурс доступен каждому. Работа может быть выполнена как вручную, так и в графическом редакторе. Формат А3. Принимать заявки будут по адресу переулок пожарный 3. Мы предлагаем представить нам свое видение граффити. Но единственное, что оно должно нести под собой обязательно профилактическую составляющую. Работы будут приниматься всего три дня, с 21 по 23 февраля. Победители ждут призы, а лучшая работа разместится на одном из зданий города. Подробнее о конкурсе на сайте Боберлайф. К слову, граффити от спасателей есть уже в трех частях Бобруйска. Такие рисунки – один из самых доступных и эффективных способов рассказать о безопасности. Союзная решимость, электронная ярмарка и обновленный кодекс. В белорусских школах обучения на удаленке не будет. С чем это связано? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Дворце независимости прошло заседание Совбеза Беларуси. Главными темами стали предстоящий референдум, провокации накануне кампании, защита участковой комиссии и обеспечение безопасности. На неудавшуюся попытку госпереворота в нашей стране, отметил глава государства, потрачено свыше 6 миллиардов долларов. Во время совещания Александр Лукашенко также развенчал фейк об отправке белорусских военных в Сирию. В белорусских школах обучения на удаленке не будет. Согласно новой редакции кодекса, дистанционно смогут заниматься только студенты вузов и зузов. Такой формат может получить более широкое применение в доп. образовании для взрослых. Напомним, в стране в прошлом году заработала единая платформа для удаленного обучения. Она была создана специально для школьников. В Беларуси продолжается проверка силы реагирования союзного государства. Активная фаза начнется 10 февраля. Повышенная нагрузка на подразделения тыла. Размещение личного состава, заправка топливом, организация питания – все это в фокусе внимания специалистов. Военные обмениваются опытом, делятся наработками для повышения уровня взаимодействия. В четверг в Беларуси пройдет электронная ярмарка вакансий. Соискатели смогут в режиме реального времени знакомиться с должностями, а их 300 – направить резюме, получить консультацию и приглашение на собеседование. Актуальные предложения будут перенесены в общий республиканский банк вакансий на портале государственной службы занятости. Беларусь Антон Смольский занял второе место и завоевал серебро на зимних играх в Пекине. В индивидуальной гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами атлет не допустил ни одного промаха и добился успеха. Олимпийская медаль Смольского – первая с 2010-го для мужской сборной страны по биатлону. Без лишней волокиты Минлесхоз предлагает упростить процесс продажи древесины. В первую очередь планируют ускорить рассмотрение заявок от населения. При этом ведут ограничения по объему, чтобы удовлетворить спрос всех белорусов. Изменения коснутся и юрлиц. Заявления будут рассматриваться не полтора года, а до трех-четырех месяцев. В случае, если нет сырья в необходимом количестве или нужного качества, найдут альтернативные варианты в других регионах. Документ на этапе общественного обсуждения. Ознакомиться с ним можно на портале «Право.Бай» до 14 февраля. К слову, в январе лесхозы отгрузили белорусам более 90 тысяч кубов в дров. Это свыше 13 тысяч заявок. От дальневосточной рыбы до индийских товаров. В Абруйске работает универсальная ярмарка «Кряк». Здесь можно найти как мясные деликатесы, так и норковую шубу. Выгодные цены, качественные товары и богатый ассортимент. На шоппинг отправилась Ольга Васенда. Этот шатер расположился в пару метрах от Дворца искусств. Сюда спешат горожане уже с 10 утра. И неспроста. Кругом выгодные предложения. Например, распродажа шуб из норки и овчины. На большую часть моделей действует скидка до 50%. В подарок любая куртка. Шубки у нас стоят от 300 рублей. Можно приобрести изделия. В основном у нас идут мутоновые изделия. Есть немного норки. Размерный ряд от 38 до 62. У нас на месте можно оформить рассрочку, кредит. Неподалеку разместился отдел с головными уборами. Меховые шапки, песец, соболь, норка. Цена около 100 рублей. Есть и обычные варианты за 60. Здесь же представлена женская обувь и одежда. Платье, рубашки от 35 рублей. Джемпера и брюки белорусского производства от 40. Найти вещь по вкусу от классической до спортивной сможет даже самый капризный покупатель. Размерный ряд до 70. Отличным дополнением к образу станут украшения с ювелирной огранкой. Например, эти бусы из камня агат. Их в Бобруск привезли прямиком из Индии. Цена 70 рублей. Ярмарка богата и на восточные сладости. Килограмм рахат лукума – 10 рублей. Рядышком сухофрукты. Курага стоит 18, инжир – 25 рублей. Здесь же пряности. 300 граммов приправы для плова обойдутся в 4 рубля. Варианты сыпучих смесей есть к всевозможным блюдам. Плюс огромное разнообразие чая. От зеленого с имбирем до молочного улуна. За какими товарами сюда приехали? Ну вот, смотрю, сорочки ночные. Вот купили, пожалуйста, рыбные вещи, хорошие, вкусные, говорят. Мы ходим постоянно, вот, каждые два раза в год ярмарком. Два раза в год ходим, покупаем что-то. Интересно, почему нет? Много товаров в одном месте. Отдельного внимания заслуживает копченая рыба из Рязани. Кальмар и треска – 27 рублей за килограмм. Окунь – 30, камбала – 37. Весь ассортимент не перечесть. Гурманы оценят. Полуфабрикаты у нас очень хорошие. Котлеты из щуки, из судака, рубленый окунь, без добавления всяких там химозы. У нас чисто, чисто рыба. Сохранить красоту и укрепить здоровье помогут лечебные товары. Бальзамы, настойки, масла и крема из Алтая. На витрине свыше 50 наименований. Бальзамчики, курс приема – 25 рубликов. То есть там по чайной ложке раз в год пьется. Кремогели – 20 рублей. Барсучий жир – 60 капсул – 30 рубликов. Есть для внутреннего применения, есть для наружнего. Все участники ярмарки «Кряк» предлагают свою продукцию по оптовым ценам. Зимний кермаш работает ежедневно с 10 утра до 7 вечера. Закупиться в ПРОК можно до 15 февраля включительно. Адрес – Ульяновская, 35. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Тяжелые дни для метеочувствительных. В Беларуси с 9 по 11 февраля ожидаются магнитные бури. Для человека явление сопровождается сильными головными болями и перепадами давления. Особенно сильный эффект ощутят те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. На первое место бы поставил рациональное планирование своего рабочего дня, рабочего графика на тот день, когда ожидается какое-то внешнее чрезмерное явление. Там повышенная солнечная активность или что-то. Причем спланировать свой график таким образом, чтобы там было как можно меньше встреч, требующих от вас концентрации внимания. Многие эксперты советуют пить травяные чаи и постараться снизить употребление кофе. Добавьте в рацион больше фруктов. Накануне явления не стоит приутомляться. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok